Вопрос. Есть ли что-то, что принадлежит только мне? И чего меня никто не может лишить? Да, на прошлой беседе этот вопрос уже был, но, к сожалению, опять прерывалась связь, и я не мог на него ответить полноценно. Поэтому давайте разберемся. Действительно, все, что мы имеем в этой жизни, все не наше, все даровано нам от Бога. Поэтому глупец тот, кто-то говорит, что вот это мое, это я заработал или нашел, это не его, это послано Богом. И как Бог дал, так может и забрать это. Как красоту, как богатство, как здоровье, все может отняться, кроме вот свободной воли, которую никто у нас не отнимет, и дьявол у нас ее не может отнять никакими там ни чипами, ни в штанах, ничем. Только если мы сами ее не отдадим, дьявол, добровольно, предавая страстям, гневу, гордыне, тщеславию, лености, унынию и прочему, пьянству. Вот в этом случае мы остаемся без свободной воли. Вот это у нас могут забрать, но только при нашем дозволении. Вот очень приятно, да, что, почему, чем хороши именно прямые трансляции? Тем, что ты видишь активность людей, да, и душа радуется, и вы видишь, как вы помогаете мне, как участвуете, да, у вас работает ваше сознание. Видно, что вы неравнодушны ко Христу, вы помогаете мне, подсказываете что-то, да, кто-то задает вопрос, вы помогаете, отвечаете на него. Пока я отвечаю на какой-то другой вопрос, да, вы уже там за меня ответили на тот, который мне ранее задали. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы вы не теряли и мою мысль, которую я пытаюсь до вас донести. Но, тем не менее, вот идет такое движение, и оно очень радует душу. И трансляции, как будто мне самому, интересны тем, что мне хочется общаться, да, общаться сложно бывает в жизни, да, вот там всякие обстоятельства бывают. И ты находишься в каком-то коллективе, в котором хотелось бы поговорить о чем-то духовном, да, но... Там не стоит об этом говорить, да, кто-то тебя не поймет, кто-то занят своими делами. В общем, сложно, да. А вот это очень ценно, когда ты находишь людей, с которыми можно поговорить о духовном. Как кто-то из святых отцов сказал, что когда духовный встречается с недуховным, им обоим неинтересны друг с другом. А вот мы с вами встречаемся с одними интересами. Это очень хорошо. И вот хотелось бы, чтобы и технологии нам в этом общении не мешали, то есть связь не прерывалась. Но, к сожалению, мы это видим. К сожалению или к счастью, ну вот не всегда гладко бывает, да, на пути по дороге к Богу, да. Есть какие-то препятствия, но важно не опускать руки, а идти. И, может быть, все наладится. Будем молиться, просить Господа, чтобы Он как-то помог нам, чем-то выразумил. Может быть, мы что-то неправильно делаем в настройках. Может быть, нам вот служба поддержки ВКонтакте все-таки решит наш вопрос. Вот хотелось бы, да, без перерыва общаться. Не только получать от вас вопросы в письма, да, но и вот так вот прям душа к душе разговаривать. Дорогие друзья, в рамках нашего миссионерского проекта «Слово о Христе» родилась вот такая книга под названием «Евангельские беседы. Вопросы и ответы». Эта книга содержит в себе часто задаваемые на евангельских беседах вопросы по сказанным Иисусом Христом словам, Его поступкам и притчам, и ответы на все эти вопросы. Книга одобрена издательским советом Русской Православной Церкви, и по сути и по отзывам книга является душеполезной как для только приходящих к вере, так и для давно воцерковленных людей, которые приобретают для себя очень важные открытия в учениях и поступках Иисуса Христа. Теперь одной из задач нашего проекта стало распространение этих книг в воскресных школах для взрослых. Книги раздаются бесплатно в надежде на то, что люди, познакомившись с книгой, не будут держать ее у себя, а передадут тому, кому она, по их мнению, будет полезна. Именно бесплатное распространение рассчитано на нашу с вами психологию, которая при покупке книги за деньги позволяет нам считать книгу нашей собственностью, и, возможно, запрятать ее, не читая до лучших времен. А если человек получил книгу в обмен на намерение и желание с ней познакомиться, и обещание впоследствии передать ее во славу Христа другому человеку, который нуждается в духовной поддержке, в духовном развитии, то книга с большей вероятностью будет читаться и передаваться из рук в руки. А в связи с этой целью у нас к вам две просьбы. Первое. Если у вас есть воскресная школа, и члены ее готовы поддержать наши движения и участвовать в распространении книг, присылайте нам вашу заявку на книги, и мы вам их по возможности доставим. Все мы знаем, как активно протестанты раздают свою литературу даже людям на улице. Они раздают книги в больших количествах и бесплатно. Давайте же вместе не уступим нашим братьям-протестантам не только в нашем с вами намерении на спасение ни одной веры, но и делами. Давайте проявим себя в делах проповеди учения Господа нашего Иисуса Христа. И вторая к вам просьба. У нас есть счет на печать очередной партии книг, выставленной патриаршей типографией, которая находится в Святой Троице Сергиевой Лавре. Просим, если у кого-то есть возможность участия в сборе средств на распространение слова о Христе, на печать книг, под каждым нашим роликом есть ссылка на нашу платежную систему, в которой вы можете выбрать удобный для вас способ перевода средств. Если вдруг у кого-то, может быть предпринимателя или владельца организации, есть возможность оплатить счет полностью, оформив платеж по статье благотворительности, то просьба связаться со мной через указанную под этим видео электронную почту. Слово о Христе.gmail.com Но поскольку случаи полной оплаты тиража довольно редки, то просим жертвовать кто сколько сможет. Возможно на перечисленные вами даже 50 рублей кто-то получит книгу, кого она наведет на душеполезные мысли и перевернет человеку всю жизнь, направив его ко спасению. Просим всех, кто будет перечислять средства, в комментариях подписывать ваши имена. Мы будем их вписывать в специальную для этого страницу на нашем сайте словоохристе.рф, чтобы читатели могли помолиться за вас в благодарность за ваш труд. А имя предпринимателя, который если сможет оплатить всю партию тиража, ваше имя будет вписано в самой книге, чтобы благодарные читатели знали ваше имя в своих молитвах за ваше телесное и душевное здоровье. Кстати, объем тиража можно выбрать по вашим возможностям, как совсем маленький, так и большой тираж. Заранее благодарны всем неравнодушным. Спаси вас, Господи!